Да, такое ощущение, что праздник уже начался. Сотни ярких танцоров собрались сегодня в Минске, чтобы покорить профессиональные жюри гибкостью и харизмой. А затем в июне заявить о себе в грандиозном шоу-открытии вторых европейских игр. Какова тема и концепция? Наш корреспондент Елизавета Кочаренко узнала некоторые детали. Как говорится, танцуют все. 18 есть, 73, 38. Услышать заветный, свой номер здесь мечтает каждый. Правила просты. Несколько движений нужно повторить синхронно с другими участниками. Дальше кто во что гораст. Шпагат, стойка на голове или вовсе. Собственная интерпретация классики. Татьяна уверена, нет людей, не умеющих танцевать. Все ограничения только в голове. Поэтому и танцует Минчанка, как чувствует. Уверенно и от души. А ради регулярных тренировок даже готова пожертвовать отпуском. Я очень люблю свою страну. Я люблю танцы. И поэтому танцы и моя страна – это одна общая любовь, по имени которой я сюда и пришла. Не уступают в мастерстве парни. Студент Багуира Дмитрий в музыке отдается полностью. Признается. Представлять свою страну на спортивном празднике такого масштаба ответственно. Но это еще больше придает сил. Представлять открытие. Но само по себе открытие – это всегда зрелищное мероприятие. И оно одно из самых запоминающихся в истории разных спортивных мероприятий и прочих. И поэтому эмоции одновременно величественные, если так можно сказать, и такие трепетные. То есть очень хочется помочь и показать свою страну. Не остались в стороне даже ребята из Китая – студенты БГУ. Пришли командой. Не теряют ни минуты. Растягиваются и разучивают новые движения. Мы танцуем уже много лет и здесь успешно совмещаем танцы и учебу. Решили попробовать себя на европейских играх. Уверены, будет очень интересно. Мы умеем и китайские народные танцы танцевать, и хип-хоп. Любим очень Беларусь и хотим стать частью шоу. Да и для себя хорошая проверка на прочность. Здесь не важен рост, вес или пол. Единственное условие – участник должен быть совершеннолетним. Но главное все-таки чувство ритма и любовь к своей стране. Дальше – работа за организаторами. В зависимости от типажа, каждому танцору найдется амплуа. Есть история Беларуси. Это у нас коллективы народного плана с какой-то академической подготовкой. Если говорить о современности Беларуси, то, безусловно, это непосредственно эти ребята, которые сегодня проходят кастинг. Это современная Беларусь и трактовка национального колорита в современной интерпретации. Продолжить тренировки смогут 300 счастливчиков. Три месяца ребята будут разучивать новые движения и танцевальные связки. Ведь уже в июне им без слов предстоит передать события целой эпохи. Все эти люди, которые пришли сегодня на кастинг, я уверен, они очень хорошо понимают, что для них это уникальный момент и уникальная возможность стать участниками большого шоу. То есть представьте, их увидят в 50 странах Европы. Их увидит многомиллионная аудитория. Накануне свои силы попробовали народные коллективы. Сегодня время современных танцевальных направлений. Но на этом масштабный творческий смотр не закончен. Завтра за право участвовать в грандиозном шоу поборются любительские команды. Елизавета Кочуренко, Александр Зонов. Наши новости ОНТ.